Здарова, ребятушки, с вами Алладушки. Это ощущается как день сурка, потому что с этого сейва мы начинаем уже которую серию, что пьё. Ладно. В общем, вы видите, мы с Рангвальдом. Я сделал две параллельные реальности. Одна реальность та, в которой мы пойдём, наверное, вниз, а другая реальность, где у нас Рангвальд сел на трон. Ой, Рангвальд, Олигарх сел на трон, он исчез, и мы притащили с собой Рангвальда. Вот, я его вооружил. С Лигарда я снял абсолютно всё перед тем, как эта тварь она от нас смоталась. Вот, поэтому попробуем сейчас вот таким вот образом. Также, пока я это всё делал, я понял, наверное, основную проблему этой игры... Нет, хорошо, основная проблема этой игры заключается в зелёной траве. Но об этом мы поговорим ещё немножечко попозже. Пока что для меня основная проблема этой игры, смотрите, практически каждая серия начинается со слов «Я вот перепрошёл, я вот переделал, я вот то-то-сё-то». В этом вот и дело, что мне за кадром приходится проводить массу работы, тратить на это массу времени. И лично моя проблема в том, что мне не всегда есть вот это вот самое время. И вот, собственно, вот этим вот играми её немножечко сейчас напрягает. Потому что, чтобы записать, например, получасовую или 40-минутную серию, мне приходится провести фактически в игре около двух часов. Как вы понимаете, такое себе удовольствие. Я не против поиграть в хорошую игру, но когда всё подвязано ещё и к записи, и к тому, чтобы сделать всё правильно. Так, волнение, возбуждение, стучит как сумасшедшие, чувствуешь, да-да-да, с помощью этого трона новым богом. Итак, дубль 2. Выбор, конечно же, твой, поступай, как желаешь. Сесть. Сохраняшка у нас есть, всё хорошо. Давай, усаживаем свою задницу поудобней, поприятней, поуютней. И наслаждаемся тем, что там сейчас будет, я без понятия. А, и, кстати, пока я вот это всё бегал, я открыл гробницу старого бога, но не заходил туда ещё. Перед тобой простирается новый мир в кромешной тьме. Холодный ветер доносит до тебя противоестественные вопли со всех сторон. Ты здесь не один, даже если на первый взгляд кажется иначе. У меня нет палки. Вот в чём проблема. О! Птеродахтили. Это не палки? Дайте мне палку. Чёрт, тут куча палок. Я не могу через всё это пройти. У меня нет палки для того, чтобы создать факел. По-моему, я приехал, да? Так. О, сюда можно как-то пройти. А зачем мне это? Там какая-то зелёная... Какие-то зелёные дыры. Ещё вы мне говорили, что нужно прятаться в каких-то кратерах, что-то где-то. Я не вижу пока никаких кратеров, если чё. Блин, а тьма прям сгущает. А, нет, у меня есть последний факел. Да, разжечь. А гнив у меня много. Ну, по крайней мере, на этот раз мне повезло. Ты кто? Легард? Ах, твою за ногу. Сколько прошло времени? Столетие или около того? Ты нашёл, что искал? Я нашёл что-то. Говорят, что Сильвен создал нас по своему образу и подобию. Но что если Бог лишь абстрактная идея, которой мы дали физический образ по нашему собственному подобию? Это, кстати, чё-то новенькое. В сущности, это меняет нас ролями. И существует ли Бог вообще? Мы, люди, больше не можем полагаться на них. Не знаю, можешь ли ты когда-нибудь поистине понять мои мотивы, но это тот путь, который я... Который только я способен пройти целиком. Мне было суждено его пройти. Я пытался жить иначе, но всё это было тщетно. Рыцарь, ты же знаешь это. Мы так долго пытались изменить этот мир. Жить то же самое, что и страдать. Дабы выжить, нам необходимо найти за всеми этими страданиями некий смысл. Истина отражена в этом контрасте. Без страданий не может быть и блаженства. Ни блаженства, ни рая. Мой долг выковать рай из жалкого людского существования. Лишь я один могу это сделать. А ты от самомнения не лопнешь, дружище? Я не желаю тебе вреда. Я же твой Бог. Дабы показать, насколько я люблю тебя, выпущу тебя из этой тьмы. Тем или иным путём. Если ты преклонишься передо мной, то я выпущу. А если ты не мой Бог, я всё равно люблю тебя. Моя любовь, безусловно. У-па-РС-А-Т! 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 Ясно. Это было очень быстро. Пойдёмте... С того же места, но не будем разговаривать с этим придурком. Я так полагаю, что... Ладно, сейчас вернёмся. Хорошо, мы здесь. Мне теперь ради интереса... А, вот, кстати, и дыра. Спрятаться. Ясно. Ясно. Хорошо. Это, кстати, первый раз, когда... Вот в этом прохождении мы увидели тут дыру. Так, так. Давайте сразу... Факелочек жахнем. Раз у нас последний есть, надо... Ой, там, блин, какое-то говно ходит. Погоди. Я не хочу пока ни с каким говном. Я хочу посмотреть. Там ещё говно ходит. Блин, сколько тут... Ай. Ладно, где все мои напарники? Если они тут есть. Вообще, зачем всё тогда этот... Ой, ещё один птеродактиль. Если вся эта территория здесь, то зачем она? Блин, иди в задницу. У меня 99 разума. Фига ли ты ко мне приколупался? Метча кусок, блин. Какие-то розовые... Ой, розовые, зелёные ямы. Какое-то... Что я тут делаю вообще? О, ещё один костёр. Костёр успокаивает. Это спасибо, конечно. Это хорошо. Я не пойму, то Леха... Нечто ужасное учуло твой запах. Как я этому рад, блин. О! Замечаю свое приближение. Я нашёл пёхелью нашего виляет хвостом. Хорошая девочка. Кажется, озадачен существом, лежащим на земле. Кажется, сознание борется за каждый последний вздох. Что такое, малышка? Не понимаю, что это за создание. Отдалённые опли. И... Пойдём, если хочешь. Безумен, если решать прикословно следовать. Отлично. У нас уже двое, как минимум. Я эту фигню не хочу убивать. Я не знаю, что со мной будет, если я её трону. Поэтому я её трогать, наверное, не хочу. Мне немножечко настораживает, что что-то ужасное взяло мой запах. Но при этом я видел пока что только одну яму, куда я могу спрятаться. О, это... Блин, я что, по кругу как-то хожу? Что это за пространство такое? Ну да, там что-то топает. Но яма-то была только одна. О, а это вот этот дебил. Не-не-не-не-не, погоди, погоди, погоди. Оно приближается ближе. Я понимаю, так а что мне делать? Вон эта яма. А как туда попасть теперь? Блин, да вы издев... О, вот. Спрятаться в яме? Так, погодите. С каждой секундой всё ближе и ближе. Я слушаю шаги. Вроде отдаляются. Выйти из ямы. Да фига ли ты напал ты на меня? Ой, блин, вас ещё и двое. Убежать. Всё, до свидания. Откусил ногу и просто сбежал от него. Ну и чё мне... Чё мне теперь делать-то? Я тут как будто заперт, что ли? Блин, опять! Яма здесь. Яма там. Как бы это ни прозвучало. Уйди, пожалуйста! Блин. Я тут нигде больше пройти не могу, да? Да. Я тут заперт. Ещё и факел потух. Отлично. Если чё, это был мой последний. Так, не к этому... Мне к нему, может, надо будет прийти... Милючка, если безлуница здесь, значит, все остальные, возможно, тоже здесь. Спрятаться. Я сделать ничего не могу. Факел не могу сделать. Спасибо. Капешон могу сделать. Ой, синие травы. Я могу флакончиков понаделать, кстати. Да, почему бы нет? Флаконы будут... Синий-красный. Эта вещь ещё не сделала. Фиолетовый получится, да? Фиолетовый, жёлтый. Да всё из синих флаконов делается, блин. Так, тут у меня морковки не хватает. Напушённая рагу. Голубой флакон я могу сделать, но мне пока не надо. Муки нету. Красный и жёлтый. Взрывной. Нитроглицерина нету. Так, ну эта штука тут топает. Погодите. Вроде ушёл. А как мне тогда... В смысле слабеет от голода? Вы нормальные вообще? На тебе тушёного рагу. Блин, у меня его относительно много, но... Может, не стоит им так разбрасываться. Так, окей. Тут есть ещё одна яма. Так, нечто ужасающее опять там чё-то... О! Привет, чувак! Правда? Это тревожит. Либо время здесь неправильно, либо я теряю рассудок. Я бы не сильно удивился, если бы это место всё ещё взяло бы верх надо мной. Думаю, что время здесь каким-то образом искривлено. Да, я тоже так думаю. Не знаю, что хуже. Но радует то, что наконец воссоединились. Давай дальше двигаться вместе. Давай, чувак, я не против. Так, хорошо. Есть ли смысл искать Назру? Так это прямо рядом с троном. Фига себе. Я тебя понял. Ну, нас уже как минимум трое. Тут есть яма. Прямо рядом с троном. Хорошо. Та штук прямо здесь ходит где-то. Может быть... Блин, честно, мне бы Назра понадобился. Я бы хотел четвёртого себе сейчас. Так, тут я уже ходил. Да иди нафиг, слушай. Так, ближе мне не надо. Спрятаться. Твои инстинкты кричат тебе. Прячься! Это очень неприятный типочек, если честно. Я же говорил, я вообще думал, что это финальный босс, но тут есть ещё... Может быть, Легард это финальный босс? Ну, то есть, серьёзно. А кто тогда ещё? Какие-то чёртово говорящая голова бесит меня? Колдун, иди сюда! Нам нужно обмозговать кое-что. Блин, как назло, ещё факела нету. Факел мне давал бы там лишние какие-нибудь 15-20% обзора. Было бы вообще хорошо. Ну, блин, факела у меня нет. Под конец игры, как всегда, что-то заканчивается. В этом случае это что-то, это факелы. Ну, и зелёная трава, конечно, куда же без этого, но... Всё же, так это... Это Клигарду, что ли? Нет, это просто на скалы куда-то. Твою саму. Ладно, поищем. В общем, красота. Кроме того, что я не могу найти голову, теперь я не могу найти ещё и Легарда. Ну, то есть, прям вот, не могу. Это место просто какая-то консистенция ада того, что может быть. Знаете, я сейчас подожду этого чёртова динозавра. Попробуем с ним сразиться втроём, что ли. Я не знаю, я уже не уверен, что я найду голову этого мага придурошного. Слабеет... Не-не-не, вот слабеть от голода не надо, ребят. На тебе рагу. Нам сейчас драться предстоит. Вот слабеть не надо. Попробую сейчас с этим динозавром сразиться. Если что, я же говорю, сохранение у нас близко. Поэтому мы можем сюда потом ещё раз прийти и опять найти этих ребят. Скажет секундой. Вижу, да-да-да. Ну, давайте попробуем. Итак, умение. Во-первых, быстрая атака. Умение. Боевой клич. Я уже не знаю, что он делает. Ладно. Мы промахиваемся, потому что он далеко, да. Мне, кстати, в прошлый раз об этом написали. Спасибо, ребят. Так, предмет. Красный флакон. А, он немножечко... Он и так слепой, нет? Ну-ка, предмет. Где мне взрывной флакон? Погоди, предмет. Взрывной флакон. А, ну да, на тебя. Какой промах? Ты посмотри, эта штука величиной с футбольное поле. Какой промах? Два промаха. Так. Это он до сих пор, типа, ещё не подошёл? Я же кидаю в него флаконы, вы чё? О, один попал, неужели? Всё, эта штука здесь. Отлично. Что я могу? Я могу ему ноги, наверное, подрезать. Давайте начнем с этого. Да. Будем ему продолжать подрезать ноги. На полторы штуки красиво. Куда сейчас лего... Ой, блин, на доносы. Глядь в тушу. Фига себе! Ладно, фиг с ним, одной рукой. Хорошо. Ай! Ха-ха-ха! Так, эм... Погоди. Предмет. Голубой флакон. Ну, легорда, пожалуйста. Давай вторую ногу. Так. Ой, лигарды ран... Я постоянно лигарды рангвальда путаю. Да, ребят, кто говорил, что, типа... Кто там путает их комменты? Теперь я вас понимаю абсолютнейше, почему вы путаете. Я не знаю, это какое-то наваждение, но так и есть. Их очень легко перепутать. Так, ноги отрубили. Да хорош его жрать! Так, но теперь он, кстати, эм... Не, увеличивающий шёпот. Теперь он, кстати, испуган. Но мне нечем его ударить. Круто, да? Ха-ха-ха! На 726. На 237 ударил себе. Ой, блин, всё, убил. Ладно, понятно. Погодите, по сути, если у меня сейчас получится победить... А я побеждаю. Буквально чуть-чуть совсем мне не хватило, да? Рангвальд лежит. Тебе удалось отбиться от погибели. Вот этих нескольких чувачков я завалил, кстати. Да, мне удалось отбиться, но я потерял при этом союзника. Вы хотите сказать, что он таким образом убежал от меня, что ли? Посмотрите, как безлунница ходит. Как-то сзади выглядит такая собачонка. Больше выглядит не как злая волчица, а... Как это... Блин, не надо голода. Погодите. На тебе тоже тушёное рагу. Выглядит как этот... Корги. Реально, корги сзади выглядят вот так же. Это бред. Так, ладно, да, я теперь вижу, что динозавр, это, конечно, сложная штука, но... Не критично. А если бы нас было ещё и четверо, да? Где-то голова на палочке, чёрт его знает. Давайте хотя бы попробуем чёртового олигарда найти. Я... Блин. Эти уродцы тоже. Они... Они не сложные, но... Они доставляют лишние хлопоты, видите? Я их тут немножечко пощекотал. Они, в принципе... Бывают в пачке по одному, бывают в пачке по два. Но... Те, которые по одному, они вообще безвредны. Те, которые по два, они могут иногда драться. Наносить там по 17 урона. Ну, в общем-то, если их быстро аннигилировать... То это не... В общем-то... Ничего трудного в этом нету. Проблема в другом, что вдвоём... Быстро аннигилировать, они довольно плотные. Вдвоём быстро аннигилировать не получается. Серьёзно, было бы нас четверо, мы бы этого тиранозадницу, эту мы бы разобрали. И он... Он бы нам ничего не сделал бы. То есть... У меня было бы больше урона, который я мог бы в него вливать. И вот я сейчас опять вниз... Это какие-то проклятые круги, я не знаю. Так, я... Честно говоря, я уже думал остановить и на записи глянуть, как я в первый раз приходил к этому чертовому лигарду. Что вообще происходит. Я не могу... То есть я ещё раньше мимо него ходил, смотрел, а сейчас я уже и его найти не могу. Вот, по крайней мере, посмотрели на драку с тиранозавром. Вот, я сейчас очень близок к тому, чтобы загрузиться и пойти уже в то чёртово подземелье, потому что... Ну, я здесь теряю столько времени. Я просто не знаю, стоит ли мне здесь терять столько времени. Мы сейчас опять вниз... Вот, видите, это какой-то... Какой-то чёртов замкнутый круг. Я хожу, топчусь практически на месте. Мне может сюда, с этой стороны, зайти. Давайте попробуем. И то, сейчас, ну, вдвоём мы лигарду ничего вообще не сделаем. Ну, то есть, серьёзно. Он меня ваншотит, как в прошлый раз, и будет неправ, конечно, но... О, костёрчик. Давайте зажжём. По крайней мере, нас теперь не напрягает эта тиранозадница. А, вот этот урод. Давайте в этот раз попробуем... А если будет склониться перед ним, это будет окончание или нет? Потому что, ну, вдвоём мы его не завалим. Мы с вами всё уже читали. Причём вдвоём. Нас полтора человека. Собака... Собаку можно считать за половинку, потому что... Так. Да-да-да-да-да, я пытаюсь жить иначе. Это мы всё читали с вами. Ну-ка. Эта игра просто огромнейший пожиратель времени. Причём ты это понимаешь не сразу, ты это понимаешь потом. Ладно, давайте, преклонимся, посмотрим. Да, возлюби бога своего. Возлюби ближнего своего. А, это одно из окончаний, кстати, да? Тебе удалось покинуть подземелье, вопреки всякому здравому смыслу. Тебе удалось выжить. Вернувшись к цивилизации, празднований не было. Всё вернулось на круги своя. Твоё долгое путешествие во тьме не принесло тебе ничего существенного. Пожалуй, кроме мысли о том, какая непроглядая тьма скрыта от людских глаз. Ты проклинаешь, что знания каждый день одни лишь мысли, и об этом постепенно ввергают тебя в безумие. После нескольких лет в уединении ты тут и там слышишь слухи о возвращении рыцарей полночного солнца под предводительством легендарного капитана Легарда. Человек с аурой таинственности объединил западное королевство с поразительной скоростью. Казалось, что сами боги на его стороне монетка судьбы всегда ложилась нужной ему стороной. Вскоре он неизбежно был коронован как король в жёлтом, что принёс западному миру процветание. Такое, какое ещё не видел весь белый свет. Однако что-то было не так. Имя король в жёлтом вызывало у тебя чувство тревоги, а проводимые им завоевания вызывали двоякие пугающие чувства. Однако спустя много лет на улицах Рондона, Рондондона, тебе удалось увидеть Легарда краем глаза. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как ваши пути разошлись. Наконец-то тебе пришло понимание, откуда пошло это имя. Легард ни на Толику не постарел. Он выглядел точно так же, как и раньше. Единственное отличие, пожалуй, была его белоснежная жёлтая... А, болезненно жёлтая кожа, коснувшаяся когда-то зеленоватой дымки бесконечной пустоты. Он уже не был человеком. Это был не тот человек, что отнял у богов бразды правления. Он стал чем-то совершенно иным. Ну, да, в жёлтом. Концовка Б2. Пророчество. Окей, мы с вами открыли вторую концовку. Согласен. Получается, всё-таки, да, Легард, это финальный босс? Хм, погодите. Хорошо, ребятушки, давайте тогда перенесёмся в параллельную реальность, где Легард всё ещё с нами, и мы не пошли на ту концовку. Век живи, век учись, как говорится. То есть, такая простая вещь, как факелы в подземелье, можно было их просто снимать со стен. Вроде элементарно, но вот только сейчас я это начал делать. Я как раз говорил, что... Это... Факелы у нас стали дефицитом. Вот я сейчас набрал 4 штучки. Так, как там у нас было сюда вроде? Да, до свидания, чувак. Ну, что же, поехали. Не скажу, что сюда как-то было... Можно было и так добраться. Что сюда как-то было долго добираться. У меня есть, если я не ошибаюсь, один... Книга про светление, свиток Берсерка у меня есть, что у меня есть? Огненного трюка, воспламенение. Давайте... Так, Огненного трюка. Свитки тем не валяются. Берсерка. Узнаете секрет кровожадности у меня, что свирепые вы использовали на протяжении поколений. На, держи. Так, сейчас распределим все эти свитки. Церкви лечения. На, тоже держи. Возможно, сможешь нас подлечить. Уж не знаю, как получится. Трансмутации. Я это, кстати, тоже так и не пробовал. На, тебе пусть будет. Вот, сохраняться я, наверное, не буду. Поехали. Впасть. Спуститься. Да, мне не уйти. Это место так же отвратительно, как и в прошлый раз. Оно все так же бьет меня козявками? Черт, мне придется с этим уродом драться, да? Хорошо. Так, умение. Быстрая атака. Олигарх, что у нас за умения появились? У нас появилась кровожадность, подсечка, контрудар. Внимание, для парирования атак. Давайте попробуем. А ты у нас, что поменим? Да, у нас теперь появилось лечение на маге. Это хорошо. Это хорошо. Значит, атака. Ты укуси его за руку просто. Нормально, откусил. Красавчик. Да! Да-да-да, вот его жри. Да-да-да-да, чувак. Вот так вот и надо поступать. Давайте мы тебе ноги подрубаем сначала. И руки тоже. И вообще просто убьем тебя к черту. 94. Нет! Ну зачем так? Тварина, и сдох! Еще и факел. Еще и вообще все хорошо. Обыскать. Тесак без лунного стража. Да-да-да, который до сих пор... Значит так, ребят. Волчицу надо лечить. Белым флаконом, наверное. Да, вот так вот. Вот эта штука мне очень не понравилась. Тут полы проваливаются. Это я помню, да. Синие травы. Супер. Сундучок. У меня одна монетка осталась, я не буду сейчас рисковать. Два голубых флакона, блин. В ком-то веке мне повезло. Прям вот серьезно. Везение это не мое. А тебе овощного пирожка. Да ну фига ли ты меня догнал-то? Посмотри, он сразу испуган. Может мы его просто затычим? Умение сферы тьмы. Да-да-да-да-да, отлично. Сложилось вообще просто идеальнейшее. Ну то есть, обыскать, да, тесак. Лучше в принципе быть не могло. Ух. Да чтоб тебя. Кровотечение. Ладно, кровотечение. На, на. Подлечиться мы потом подлечимся. У тебя 50, у тебя 78, у тебя 63. Так, по менталке пока что. Кнопочку вижу. Кусок ткани и палку. Спасибо. 6 серебряных монет. Орешка, пожалуйста. Я оценил. Так. Да-да-да, нечто зловещее. Я тебя понял. У меня вино еще было? Красный, травый. Это, конечно, все хорошо. Гребной рагу. Эликсир. Эликсир те... О, флакон с вином. Так. Значит, давай, наверное, вот так. Знаешь что? Я готов. Поехали, чувак. Убили двух птичек. Значит так, предмет. Где у меня красный флакон? На тебе на одну голову. Красный флакон на другую голову. А назра умение... Лечи нас, пожалуйста. На тебе еще ножку откусим. Минус. Минус. Отлично. Фух. Он промаркивается. Нет. Умение. Быструю атаку, пожалуйста. А ты... Отруби ему ногу. А ты... Так. У него 56. 56. Предмет, знаешь, какой. Возьми-ка взрывной флакончик в него. Зафигарь. Отлично. Полторы штуки. Атака. 420. Неплохо. Ему уже по голове можно бить? Умение. Может, вылечишь нас до конца? Давай. Хорошо. Ммм, промах. Это печально. Не надо было ему по голове бить. Хотя это... Да. Нормально. Одну голову ему отрубили. Ну, давай тогда... Пробуем отрубать вторую. Да, нормально. Обыскать. Дневник капитана. Да, который мы уже читали. Спасибо. Вот. Вот это была тактика, по которой я говорил, его надо бить. Ему нужно просто обе головы ослепить. И тогда у него все хорошо с этим становится. Отлично. Нет ничего стоящего. Взрывной флакон, как раз который я потратил. Меня интересует немножечко другое. Нужна трубка. Опиум, да? Назре. Супер. Так, кнопочка. Да, ну... Он на последнего напал. Погляди, какой уродец. Вот что ты еще не говори, да? Так. Умение. Давай быструю атаку. А ты у нас... Вот отруби ему тесак. А ты... А я не хочу теперь его сильно так использовать. Укуси его за ногу. А, тесак тебе и так отрубят. 630, кстати, неплохо. Блин. Полхпшки. Просто одним махом, тварина. А тебе минус вторая нога. И минус вторая рука. Все, теперь просто добейся его. Давай ты не будешь кусать под конец. Ну вот говна кусок. Вот сдох уже. Но все равно последний удар нанес. Так. Не, голубой флакон подождет. Давай. Почему у него флаконы с водой постоянно кажутся синими флаконами? Если бы, если бы. Ладно, у меня сейчас смеси есть. Кстати, включат. Да, да, да. Репа. У меня синих флаконов нету больше. Синие травы есть. Я синие флаконы могу сделать. Голубой флакон. Погодите. Сделать предмет. Давайте вот так вот. Теперь. Вот синие флакон есть. Отлично. Давайте немножечко подхилим молчицу. И так. Что у нас тут за местечко? Здесь еще пропасть. Их не вообразим. Глубинам. Это, конечно, все круто. Кстати, если я стою на месте, меня вроде жуки выкусают. Плита преграждает. Это, конечно, тоже здорово. И тут плита преграждает. Я в прошлый раз тут вроде подох, да? Черт. Повезло. Слегка голоден. Это круто. Знаете, что я сейчас сделаю? Погодите. Плевать. Ну просто, блин, я ворону убил. Это то место, где в прошлый раз вдох. Это было бы логично здесь сохраниться, да? Наверное. Все более-менее не голодны. Все более-менее здоровы. Давайте я сохранюсь на... Вот этот вот слот на 10. Ну то есть все слишком... Это проходка этой же ворони, да? Да-да-да. Хорошо. Что мне там сделать надо? Вот так. Вот так. Вот так. Хорошо. Супер. То есть там спуск прямо туда. А тут мне предлагают пройти... Это не то же самое место? Погодите. Я хожу кругами, да? Здорово. Так вот. Значит, мне, видимо, сюда. Да, мне сюда. Раны это, конечно, плохо. Как пронесло это. И где-то открываются двери. Круто. Двери должны были открыться где-то здесь. Да, точно. Суперски. Эль. Что может быть лучше? Нитроглицерин и порошок тоже применим куда-нибудь. Так. Кстати, насчет разума и насчет Эля. Знаешь что, чувак? У тебя миазма. На тебе. И мне тоже придется скоро что-то применять против... Против разума. Для разума. Хорошо. Здесь мы еще не были. Нитроглицерин. Стражник. Шушка. Тап. Умение. Быстрая атака. Да. Так. Предмет. Сколько у меня красных флаконов? Четыре осталось. Оранжевый флакон. Один запах вызывает у тебя. Давайте попробуем. Я его ни разу не пробовал. А ты у меня сейчас всех будешь лечить. Потому что я как раз покоцался. Быстрая атака. Оранжевый. Опа. Да. Неплохо. Неплохо, на самом деле. Но зачем? Отрубил руку. Ну, конечно. Ну, то есть. Это же естественно, да? Когда все слишком хорошо идет, оно не может хорошо идти слишком долго. Надо было, наверное, еще раз себя подлечить. Теперь наверняка. А, ну эта тварь сдохла. Спасибо. У меня кровотечение? Нет, он просто руку потерял. Черт с ним. Ничего стоящего. Пять серебряных монет. Наконец-то проход дальше. Зловоние серые. Это, конечно, тоже все хорошо. Голубой флакон бежит, качается. Да, ну сколько у вас тут будет? Да! Из-за того, что у меня паровозик длинный, я это все... А, бесит. Так. Просто тупо атака. И ты, атака, вот эту руку... Ты давай руку ему отруби, да? А ты у нас... Блин, я его вылечил как раз, ладно. Давай атаку на вот эту ногу. На мага, на мага, на... Спасибо, тварь. Чтоб тебя... Умение... Ну, сейчас мы будем по полной, да? Походу. Пока он нас не ударит. А он сейчас ударит. Блин, половину! И сдох! Твари, я вас просто официально ненавижу. Скоты вы тупорылые. Ну как можно так подсирать? Ох, ты ж! Вот это я сейчас, конечно, да. Немножечко. Я тупо застрял. Круто. Сейчас вернемся сюда, погодите. Итак, мы здесь. Я что-то случайно пробежал это место, только потом... Вот сейчас мы только-только его пробежали. Я там не дрался ни с одними из охранников. Мне удалось их отбежать. Поэтому... С этой стороны у нас вроде все неплохо. Двеносеревых монет. Еще какое-то говно очередное. Ёлки! Меня отравили... А, его тоже отравили. Ай, блин, какой бред. Все отравлены, кстати. Нормально. Так, умение. Шепчи, лечи. Как ты промахнулся? Просто забей. Да, спасибо. Еще раз шепчи. Вот его бей, да, на здоровье. И сдох. Да, молодец. Я хочу эти... Пайкел... Железным крылом. Во-первых, флакон. Во-вторых... А-а-а... Какой у нас там флакон? Белый флакон. Наверное, я рано это сделал, да? Маленький ключ. Бесит. Я просто слегка зацепил. Но меня задело. Блин, синий-правый. Конечно, все круто. Ящеры! Ты кто вообще? Я подумал, что он сейчас на меня будет огонь кастовать. Эта тварина просто взяла... О-о-о-о-ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Умение быстрая атака. А ты у нас предмет и, пожалуйста, красный флакон. Ящера люд маг. Оно еще и маг. А ты у нас предмет... Так. Возрывной камень оранжевый. Флакон с водой. Я не могу его сейчас никак, да? Ух ты ж. Давай метательный дротик. Что-то мы им не пользовались за всё это время ни разу. Он вроде должен неплохо травить. Терри плату. Суперски просто. Так, глаза мы ему выяли. Давай вот так вот. Не отрубили с первого раза, прикинь. Так, там ногу кусаем, там руку. Предмет. Смесь, может быть. Геминочку. Голубой флакон на безумницу, пожалуйста. А ты ему меч отруби. А ты, блин, я не знаю, у тебя 20 осталось. Умение давай сферы тьмы на вторую руку. А он ещё и промахивается. Отлично. Ройный секунду. Так, он, это, ошарашен. Давай по голове. Надо быстро отрубить и всё. Обыскать. Эликсир разума, да! Так, кусок ткани. Вот этот сейчас, кстати, пошёл хардкор, если чё. Эй, come on, это хардкор. Так, разум нет. Я собрался ему кормить. У меня есть трубка? Ладно, 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 давайте по очереди. Трубка. Табак, да. Кому? Да. Успокаиваемся. В том числе и я тоже. Ты отравленный, стекаешь кровью, но мне на тебя как-то пофиг, потому что... У меня есть где-то... Я, кстати, пилу нашёл, теперь могу отпиливать всякие конечности. Эликсир тела, эликсир разума один. На, держи. Это наш хиллер, это наш маг, это нам нужно. Кстати, у нас волчица голодает. Ей нужно вот рогушку одну скормить. Очень неприятный товарищ, если чё. Бутылку диска. А если я пойду в тушь... Я не хочу вниз идти. Давайте вверх. Я знаю, это может быть что-то полезное, а может и не быть. А может мы там сдохнем, к чёрту. Уровень девятый. Это просто туши людей. Офигенно. И что тут? Погодите, мы куда-то пришли. Смотришь во тьму. Это чё за Джоджо такой? Да. Хе-хе-хе. Грегород... Это Грегород. Классная ожерельница, чувак. Мерзкий адристотный козёл. Хе-хе-хе-хе. Настал день. День, который... Ам. Нас разгора... Нас разгорает до тла. Ёлки-палки. Он его просто вот так вот щелчком, типа, иди. Что за шёпот... Это его... Это отличнейшее просто. А то мне видишь, что он... Ёлки-палки-то. Ам. Менее быстрее. Я сейчас просто ход на эту трачу, да, получается? Атака. У него тут куча глаз. Это чё, Resident Evil, что ли? Глаза у него, ты прикинь. Ладно, давай по лапе сначала. Хотя, вон. Ой, коготь. Ой, безумница, минус. Минус рука. А у него не минус рука, кстати, если ещё. Ой, блин. Казец. Так, хорошо. У меня кровотечение, у меня это предмет. Голубой флакон? Така. А я даже не знаю, что тебе делать-то. У него там глаз куча разных. Ну, давай по этому глазу. Даже не близко. Глаз минус. Потерял руку. Вообще супер. У меня столько ощущений, что нам задница. Может, мы всё-таки эту руку добьём как-то? А, мы ещё и промахиваемся. Супер. Спасибо, человек. Минус. Минус. Это нереально. Нет, ну это, конечно, реально, блин. Но ёлки-палки. Фернхангер. Всё, короче, да. Ладно. Я так понимаю, что это финальный босс. Потому что это всё-таки бог. Это Грагород. Если чё. Мы, причём, сохранились совсем недалеко от него. Но. Есть маленькое но в том, что мы делаем. В общем-то, каким-то совершенно непостижимым образом. Ну, как непостижимым. Неудача — это моё среднее имя. Я пришёл к трону, и у меня забрали Легарда. Я пришёл к Грагороду, и у меня забрали Голову. То есть, те два новых персонажа, которых я решил включить в это новое прохождение, именно они меня под конец и подставили. Там мы автоматически теряем Легарда, и ничего не можем с этим сделать. Здесь мы автоматически теряем мага. Кстати, на которого у меня были надежды. Я думал, что он меня будет сейчас хилить и всякое такое фиг. Его просто как шпенёк вот так вот, хопа, и откинули. Казец. То есть, грубо говоря, это патовая ситуация. И в том, и в другом смысле. Там я не могу сразиться. То есть, даже с Динозавром мы победили. С Легартом в первом измерении я не могу сразиться. С Грагородом здесь я тоже не могу сразиться. Потому что, вы видите, это просто уничтожение. Это даже не бой, это бойня. Но, по крайней мере, мы сегодня увидели ещё одну новую концовку. Прям настоящую. Как минимум две концовки мы уже открыли. Я так предполагаю, что если убить Легарда, это будет третья концовка. Если убить Грагород, это будет четвёртая концовка. То есть, теоретически, две концовки мы увидели. И к двум мы подобрались вплотную. Проблема вот в чём. Чтобы сейчас всё работало. Я не... Ну, то есть, у меня просто сейчас нет... Это не то, что там перепройди последнего босса, чтобы стало лучше. Нет. В принципе, я с магом с начала игры. То есть, а с магом подходить сюда нельзя. Потому что ты автоматически остаёшься втроём. То есть, получается, что на вот это окончание уже не получится пройти. Получится, но это нужно быть не таким раком, как я, наверное. И, в общем, не знаю, ребят. Отпишите, что вы думаете. Также, то, что я вам говорил в начале, что эта игра очень энергоёмкая. Очень. То есть, треть всего геймплея от двух прохождений у меня прошла за кадром. Потому что мне приходилось перепроходить, переделывать, переделывать. И это никак не зависит от того, что вот я сделал что-то плохо или что-то хорошо. Это тупо рандом. Вот как, помните, серию, когда мы брали Легарда, убили рыцаря, убили дракона морского, тот-сё-то. И потом просто маленькая белая фигуленка сделала нам заражение кровью, отравила нас и всё. И на этом мне пришлось потом перепроходить кусок в полчаса. Из этого составлена вся игра. Я думаю, вы это понимаете. Я не против тяжёлых моментов. Но у меня есть парочка вещей, которые я хотел бы высказать. Во-первых, чёртова зелёная трава. Смотрите. Чтобы вылечиться, у нас есть куча методов. Чтобы снять отравление. Чтобы, в общем, для абсолютно всего у нас есть хотя бы 2-3 метода, как мы можем это сделать. То есть, для хилок у нас есть куча вариантов. Для того, чтобы остановить кровотечение, мы можем порвать флаг, порвать простыни, просто найти тряпки. Куча всего мы можем сделать. Однако, вылечить отравление, это, заражение кровью, можно исключительно зелёной травой. И это такой дичайший на рандом. Вот мне за всё прохождение сколько их. Три травки этих попалось, чёртовых. Это была моя самая большая проблема, по сути. С обычными мобами. Да и не только с обычными. Бабка-предельщица тоже очень сильно заражение кидает. Вот. Я думаю, что нужно, ну или как минимум гарантировать игроку больше зелёной травы, больше источников, где её можно добыть. Или же сделать какой-то альтернативный метод излечения заражения крови. Ну, как, например, мне понравился метод с червивым соком, когда у тебя кишечная палочка, ты выпиваешь червивый сок, травишься, а потом лечишь отравление, но при этом избавляешься. Это сложно, но окей, это интересно. С зелёной травой и то, как она единственный способ побороть заражение крови, на мой взгляд, это перебор. Большой перебор. Теперь. Везёт. Но я считаю, что это интересная механика. Особенно мне она нравится после диска Элизиума, в котором тоже очень много было завязано на роллы, на удачу, на кубики. Вот. Минус этой механики вот в чём. Я понимаю, чтобы уснуть в комнате, нужно рискнуть, ну, типа, на этаже, если ты засыпаешь, если ты проигрываешь игру с монеткой, то к тебе приходит монстр. Почему, когда на этаже больше нету живых монстров, продолжается игра с монеткой? Это тоже, к сожалению, бесит, потому что у меня пустые комнаты, пустые, которые специально зачищают для того, чтобы прийти туда, сохраниться. И мне приходится иногда по пять, по шесть раз перекидывать монетку. И причём как это работает? Ты не можешь просто сразу же потом лечь и спать. Это ты кинул монетку, уснул, проснулся, тебе говорят, что ты не выспался, тебе что-то разбудило, ты не можешь сразу же лечь в кровать. А тебе нужно выйти из зоны, вернуться в неё, опять дойти до кровати и опять кинуть монетку. И прикиньте, вот это по пять, по шесть раз. Честно, бесит. То есть, я сейчас перечисляю, я не говорю, что эта игра плохая. Нет, ни в коем случае, эта игра шикарная и офигительная. Мне она очень нравится и очень люблю её. Но я сейчас перечислил именно те моменты, которые бесят, с которыми я уже 30 часов сталкиваюсь, больше 30 часов уже даже. И ничего не могу с этим поделать. Теперь, здесь очень сильно всё основано на реиграбельности. То есть, многие вещи приходится продумывать, перепроходить. И ты никогда не знаешь, чем всё закончится. Как, например, вот эта фишка сейчас с магом. Ну, мне это просто в шок повергло. Так вот, это очень круто, когда ты можешь играть один. Но, опять же, это огромнейший минус при игре на запись. Что я вам предлагаю сейчас сделать? Ребят, мы честно прошли игру два раза. Честно выделили два окончания. К ещё двум дополнительным окончаниям мы подобрались. Но просто их в данной ситуации, с данными сохранениями нереально получить. Потому что нереально. Так вот, я предлагаю пока что на этом остановиться. Закончить второе прохождение. Как, на мой взгляд, всё честно. Мы увидели новых героев, новые локации, новых боссов. Куча всего нового. От первого прохождения оно очень сильно отличалось. Оно было быстрее, оно было разнообразнее. Оно было вообще другим. Так как я и собирался его сделать. Так что всё отлично. На этом, пока что, мы заканчиваем второе прохождение. Но с игрой мы ни в коем случае не прощаемся. Потому что у меня в планах, когда-нибудь, когда на это всё правильно сойдутся звёзды, я хочу начать стримы. Так вот, для стримов эта игра, по-моему, была бы очень классной. То есть заранее сделать несколько заготовочек сейвов, которые уже в более поздней стадии игры. И от них уже стартовать и пытаться разворачивать разные варианты. И как оно пойдёт. Вот, заодно, если бы вы посидели, поприсутствовали, подсказали бы что-то. Как это было бы интереснее, чем вот такое вот моё оброждение вне записи. А потом, опа, и вот так. Вот. Поэтому я считаю это довольно справедливым. Мы с вами довольно много посмотрели. Увидели, я же говорю, разные развития событий разных персонажей. Мы почти всех персонажей почупали, кроме Энки. Опять же, надо будет разбираться, почему с ним не сработал триггер. Так мы походили за всех играбельных персонажей. Посмотрели, как они себя ведут, какие с ними диалоги, какие они преподносят там сюрпризы в конце. Вариантов тут куча. Я уже не помню, что я читал про эту игру. То ли 16 концовок здесь, то ли что-то такое. Дофигища. То есть вот мы 4 нашли. И там ещё сколько-то. Я вполне понимаю, как это всё может быть. Так что, такие предварительные выводы, ребятушки. Второе прохождение заканчивается. И будем потом смотреть, что и как делась эта игра. Пишите свои предложения в комментариях. С удовольствием их выслушаю, с удовольствием почитаю. Отвечу на всё. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих проектах. Или в следующих сериях. Или везде увидимся. На самом деле, ребят, я тут каждый день. Приходите. Буду только рад. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, попра. Всем молодушек. И всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»!